Издательство Эксмо. Катя Брандис. Дети леса. Секрет Сфинкса. Александре, Самюэлю и Леону посвящается. Во время школьного обмена с Коста-Рикой я нашел новых друзей-союзников и привел в бешенство своего злейшего врага Эндрю Миллинга. Нам нужно выяснить, кто или что такое Арулла, и почему для Миллинга это так важно. Скорее всего, эти сведения пригодятся нам в борьбе против него. Но сначала мы должны найти нашего друга-выдру Фрэнки, который тайком увязался за мной. С тех пор его и след простыл. Что же с ним произошло? Может, людям что-то известно? Но они порой ведут себя довольно странно и даже опасно, когда дело касается оборотней. Жил-был Рейнджер. Когда небо было серым, словно шифер, и оттуда лилась и лилась вода, мы иногда прятались под выступом скалы. Так было и в тот день, спустя несколько недель после того, как я впервые побывал в городе людей. Мия сочиняла истории, чтобы нас развлечь, а кончик ее хвоста взволнованно подергивался. Но тут явились двое в серо-зеленых костюмах, хотели накинуть на меня лассо и потом сделать из меня чучело. Однако я вдруг обрела суперсилу и способность летать и обогнула горную вершину, чтобы напасть на них сверху. Мама зевнула, обнажив желтовато-белые клыки. — Ты имеешь в виду этих людей в шляпах? — уточнила она. — Шляпах, похожих на плоский камень, на котором Вапити навалил кучку. — Вот именно! — кивнула Мия. — Я как раз собиралась броситься на них с воздуха, но тут... — Эти люди не стали бы делать из тебя чучело, — возразила мама. — Их называют рейнджеры. Мия обиделась, что мать снова перебила ее. Но я навострил уши. Родители уже не раз упоминали это слово. Рейнджеры. — А кто такие рейнджеры? — спросил я. Тогда до моей запретной вылазки к гейзеру старой служака я этого еще не знал. — Это люди, которые следят за тем, чтобы люди и животные мирно сосуществовали в национальных парках, то есть на нашей территории, и ничего не разрушали, — объяснила мама. — Здорово! — я был впечатлен. — Значит, эти рейнджеры нам не враги? — Нет, — сказала мама и встала. — Если хотите, можем взглянуть на одного из них. Только ведите себя тихо. Эти люди часто бывают вооружены. Не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось. — Еще чего, я останусь здесь! — промяукала Мия, которая, очевидно, все еще дулась, а когда я с воодушевлением вскочил, она ни с того ни с сего на меня напала. Я, конечно, этого не стерпел. Бросился на нее и попытался повалить. Мы сплелись в светло-коричневый меховой клубок и упали прямо на отца, не слишком-то нежно его разбудив. — Уберите лапы от моего носа! — прошепел он. — Нимка, выведи их наружу, им надо размяться! За грубый тон он получил от мамы лапой по морде, правда, когти она выпускать не стала. — А что я, по-твоему, сейчас делаю? Я весь дрожал от нетерпения, когда мы с матерью отправились в путь по сосновому лесу. Я даже не погнался за белкой, пробегающей по упавшему дереву. — Но вы же всегда велели нам держаться здесь, в лесу, подальше от людей! Или мы примем человеческое обличие? Превращаться мы тренировались совсем недавно, во время вылазки в город. — Тихо! — прошепела Нимка, крадясь вперед на широких мягких лапах. Я с испугом осознал, что она уже кого-то заметила. Да, теперь я тоже чувствовал запах человека. И вскоре мы подобрались достаточно близко, чтобы его увидеть. — А, это он! — так я и думала, — сказала мама, и я с удивлением почувствовал радость в ее мыслях. Я недоверчиво пригляделся к рейнджеру. Это был крепко сложенный мужчина с волосами цвета осенней листвы, в темно-зеленых штанах, серой рубашке, на которой поблескивало что-то золотистое. И точно в такой шляпе, какую описывала мама. На спине у него было что-то похожее на матерчатый горб. «Рюкзак», — как беззвучно пояснила мама, «а на поясе продолговатая ярко-красная штука». — Он и в самом деле вооружен, — с ужасом заметила сестра. — Кто он такой? Ты его знаешь, да? — Да, — призналась мама. — Это Том. Мы с ним друзья. Мы с Мией были так ошарашены, что шерсть у нас на загривке встала дыбом. — Как? Что? Но ведь... — только и сумел выговорить я. Мама выглядела немного смущенной. Я впервые заметила его еще несколько лун назад. Я задрала велорогу и антилопу, но потом поняла, что поблизости пролегает туристическая тропа. Мимо как раз проходили люди, и я не могла откусить ни кусочка. Но потом, к счастью, явился Том. Он перекрыл тропу, и мы смогли вернуться и спокойно поесть. Очень мило, правда? Вот так мы и познакомились. У мамы есть друг-человек. Уму непостижимо. Втроем мы осторожно посматривали сквозь кусты в сторону рейнджера. Позже я узнала, что его зовут Том. Так его называли другие люди, — рассказала Нимка. Мне это, конечно, тоже понравилось, ведь Том на человеческом языке означает «кот». С тех пор мы время от времени видимся. Человек по имени Том как раз наносил пшикалкой разноцветные знаки на ствол дерева. Наверное, метил территорию. Мне это показалось немного невежливым. Разве он не знает, что это наше владение? «Это знаки для меня», — гордо объяснила мама. «Чтобы я знала, что он тут был». На меня это произвело сильное впечатление. «Иногда он мне машет», — Нимка заурчала, глядя на рейнджера. «Вот как сейчас». Том махнул рукой и хлопнул себя по шее. Наверное, он приветствовал не только маму, но и москитов. «Но почему он вооружен? Он боится тебя?» Мию мамин рассказ, кажется, не совсем убедил. «Нет, конечно же нет», — возмутилась Нимка. «Это только против медведей. Такая штука с перцем». Том, не оборачиваясь, шел по тропинке, а мы за ним. Он не замечал ни нас, ни самца-гризли, который обретался неподалеку. Поняв это, мама сильно встревожилась, и я тоже заволновался. Обычно медведи, почуяв или услышав человека, сразу исчезают. Но этот гризли даже не думал уходить. Он считал себя здесь главным и никому не уступал дорогу. Тем временем гризли решил пощипать травку на ближайшей поляне. Он стоял там и жевал траву, напоминая светло-бурую мохнатую гору. Увидев медведя, рейнджер тут же остановился и повернулся к нему в полоборота. «Правильное решение. Гризли не любят, когда им смотрят в глаза. Он воспринял бы это как вызов». «Он умен, твой Том», — сказал я, но Нимка была в таком напряжении, что не обратила на меня внимания. Она пригнулась и не спускала глаз с человека и медведя, которые находились от нас на расстоянии примерно одного древесного ствола, и пока еще нас не замечали, потому что мы подобрались к ним с наветренной стороны. «Я не доверяю этой скотине», — коротко пояснила она. «Я тоже. Это же тот самый, который тогда обнаружил нас в логове и хотел прикончить», — пожаловалась Мия. «Самый настоящий мерзавец». Именно он нам, как назло, сейчас повстречался. Том, находившийся на расстоянии примерно одного древесного ствола, начал медленно отступать, приговаривая успокаивающим тоном. «Хороший мишка, славный мишка, мы друг друга не тронем, ладно? Все в порядке, приятель». Однако рука Тома лежала на перцовом баллончике у него на поясе. Медведь сдвинулся с места и в развалку пересек поляну, мимоходом выдергивая из земли растения и отправляя их в пасть. Еще немного, и он окажется совсем рядом с рейнджером. Тем временем Тому, похоже, стало ясно, что встреча может добром не кончиться. Я даже на расстоянии почуял его страх. Медведь, видимо, тоже почуял страх Тома. И кое-что еще. У Тома в рюкзаке, судя по всему, был провиант, потому что медведь поднял голову, принюхался и сделал несколько шагов в его сторону. «Пожалуй, самое время пальнуть по нему из перцового баллончика», — заметила Мия. «А вдруг гризли от этого рассверепеет? Тогда точно хлопот не оберешься», — возразил я. «Я должна что-то сделать», — решительно заявила мама. «Вы останетесь здесь, ясно?» И прежде чем мы успели возразить, она уже ускользнула светло-коричневой тенью. Я понятия не имел, что она собирается предпринять, и невольно прижал уши, оскалился и тихонько мяукнул. Прижавшись друг к другу, мы смея ждали, что произойдет. «Мы оба знали, что гризли не только намного крупнее, но и значительно сильнее, чем пумы. В бою у нашей матери не было бы шансов против этого зверя». Нимка подбежала к краю поляны, остановилась неподалеку от Тома и зашипела на медведя. Это подействовало. Великан замер и озадаченно повернулся к ней. «Тому бы сейчас отступить и убраться, пока гризли занят нашей матерью». Только мистер Рейнджер на беду словно оцепенел и пробормотал несколько слов, которые имеют отношение к человеческим выделениям. Что бы это значило? Ему что, вдруг приспичило? Во всяком случае, он, похоже, не слишком обрадовался встрече с нашей мамой. Медведь колебался недолго. Со вздыбленной шерстью и злобным рычанием он помчался вперед. «Прямо на маму и Тома!» «Разрази меня гром!» «Ш-ш-ш!» Том выхватил красный баллончик, а оттуда ударила длинная мутная струя. Гризли, рыча, отшатнулся, повернул в сторону и поспешно ретировался. По крайней мере, от него удалось отделаться. Но, к сожалению, маме тоже досталось. Чихая и мяукая, она бежала к нам в укрытие. «Черт побери! Жжет!» Она упала рядом с нами на живот и стала тереть лапами глаза. Чтобы и помочь, я облизал ей морду. Плохая идея. Теперь у меня на языке пылал лесной пожар. «Том, конечно, хороший парень, но ему следовало бы лучше прицелиться», — проворчала мама по пути к выступу скалы, под которым, наверное, до сих пор спал Ксамбер. «Не рассказывайте, пожалуйста, ничего отцу». «Конечно, не будем», — пообещал я. Однако папа все равно заподозрил неладное, когда Нимка прыгнула в реку, чтобы избавиться от противного запаха. Надо было видеть ее гримасы и слышать звуки, которые она издавала в холодной воде. Вопреки всему, я не переставал думать о людях, Томи и обо всем, что случилось. Через некоторое время я шепнул Мии. «Я тоже хочу обзавестись собственным рейнджером». При мысли о дружбе с человеком у меня по коже пробежали мурашки. Союзник, который не принадлежит к моей семье. Которому я мог бы рассказать, как я порой бываю недоволен жизнью Пумы, потому что в мире людей столько всего интересного. «У тебя что, моль в голове?» «Или рой жуков?» — Мия скалилась. «Надеюсь, ты не совершишь такую глупость, как та девочка-рысь, о которой рассказывал папа». «А что она такого сделала?» — полюбопытствовал я. «Прошлой зимой она ушла к людям и осталась там, чтобы жить, как они. Похоже, съела что-нибудь не то, раз ей в голову пришла такая идея». «Не думаю», — отрезал я. «Ушла к людям и осталась там. Должно быть, это невероятно волнительно. Отважусь ли я когда-нибудь последовать примеру этой девочки-рыси? Но для начала, наверное, достаточно найти друга-человека». В следующей неделе я обнаружил нескольких рейнджеров и, в конце концов, выбрал невысокую девушку. Она часто улыбалась, и у нее была стремительная походка. Иногда она сопровождала туристические группы и отвечала на их вопросы, иногда была одна и, кажется, проверяла состояние тропинок. Я не был уверен, можно ли приблизиться к ней в обличье пумы, поэтому решился принять человеческий облик и с бьющимся сердцем подсел к ней, когда она выступала с каким-то докладом про природу. Вокруг нее на бревнах сидели полукругом человек сорок, и одним из них был я. В перепачканной одежде, которая хранилась в коробке в нашем тайнике, и уже стала мне мала. «Привет, меня зовут Андреа», — весело представилась моя новая любимая девушка-рейнджер. «Сегодня я расскажу вам о волчьей стае, обитающей здесь в Национальном парке, а когда начнет темнеть, мы отправимся наблюдать за этими восхитительными животными. Может, нам повезет». Я невольно фыркнул, и Андреа с недоумением посмотрела на меня. «Ладно, хоть она и любит волков, пумы наверняка нравятся ей еще больше». После доклада я собрал все свое мужество, подошел к ней и застенчиво улыбнулся. «Привет», — сказал я, ожидая, что она тут же поймет, что я ее новый друг. Андреа с некоторым замешательством улыбнулась мне в ответ. «Привет, я заметила, как внимательно ты слушал. Хочешь что-то спросить?» «Пойдешь ко мне в гости?» — взволнованно спросил я. «Только так, чтобы мой отец ничего не заметил. Тогда мы сможем обо всем поговорить». Андреа, похоже, удивилась, а потом от души расхохоталась. Я непонимающе смотрел на нее. Ее глаза округлились, и она отступила на шаг назад. Я с ужасом заметил, что она уставилась на мои зубы. О, ужас! Я так разнервничался, что моя челюсть частично превратилась в пумью, и клыки уже покалывали мне губу. Я повернулся и со всех ног бросился наутек. Бедная девушка. Надеюсь, со временем она оправилась от потрясения. Я вспомнил о ней, когда Лиса Кристалл зашла к нам во время урока Джеймса Бриджера и объявила. «Возможно, вы уже слышали, что перед выпускными экзаменами первого учебного года вы будете проходить профессиональную практику. Начинайте уже сейчас думать, кем вы хотите стать, потому что скоро вам придется искать себе место для прохождения практики». «Рейнджером!» — незадумывая сказал я. «Если уж мне не удалось обзавестись собственным рейнджером, я хочу им стать сам». «Ха! Да у них зарплата смех!» Вожак волков Джеффри презрительно покосился на меня. «Я хочу хорошо оплачиваемую работу. Менеджер или что-нибудь в этом роде. Кроме того, из тебя бы вышел паршивый рейнджер. Ты, небось, и не догадываешься, чем им приходится заниматься?» «И чем же? Щелкать орехи?» — вмешалась Холли, но Джеффри не обратил на нее внимания, по-прежнему глядя на меня. Его слова вселили в меня сомнения, но я не подал виду. «А из тебя, можно подумать, получится лучший в мире менеджер. Такой же, как твой отец. Не его ли фирма недавно обанкротилась?» В глазах Джеффри полыхнула ярость, и я понял, что зашел слишком далеко. Я бы тоже взорвался, если бы кто-нибудь оскорбил моего отца, когда он в течение следующих нескольких недель будет преподавать звериные языки. Разозлились не только волки. Джеймс Бриджер тоже смотрел на меня, нахмурившись. А это было намного хуже, потому что он — один из тех друзей, о которых я тогда так страстно мечтал. «Думаю, вам следует извиниться друг перед другом», — сказал он, и в классе повисла напряженная тишина. Все уставились на нас. «Не дождешься, котенок!» — прорычал Джеффри. Я молча скрестил руки на груди, глядя прямо перед собой. «Ладно, мое замечание было довольно обидным. Но почему я должен извиняться перед тем, кто шпионит по заданию моего смертельного врага, Эндрю Миллинга?» «Вы оба получите штрафное задание и выполните его вместе», — возвестил Бриджер. Неделя началась довольно паршиво.